СПОРТПАРК СЕМЬЯ В Саранске завершился чемпионат России по фигурному катанию. Наша землячка, олимпийская чемпионка Алина Загитова, заняла 5 место. Но она будет представлять Россию на первенстве континента в Минске. Победительница Анна Щербакова и серебряный призер Александра Трусова не имеют права выступать на официальных международных стартах среди взрослых из-за возрастных ограничений. Стартует чемпионат Европы в Белоруссии 21 января. Еще одна уроженка Удмуртии, чемпионка мира Елизавета Туктамышева возглавит сборную России по фигурному катанию на Всемирной зимней универсиаде, которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. Состав студенческой сборной сообщили в Федерации фигурного катания на коньках России. К другим темам. В баскетбольном клубе «Купол Родники» большие перемены. Главным тренером команды назначен Милош Павичевич. Чтобы познакомить спортивную общественность с первым в истории Удмуртского баскетбола наставником иностранцем, была организована открытая тренировка. А кто не смог на ней побывать, увидели специалиста в деле в матче против московского МБА. Все подробности увидим далее. Ни для кого не секрет, что первая половина этого сезона для «Купола Родников» сложилась совсем не так, как хотелось бы всем. Четыре победы и десять поражений, как итог, 14-е место в турнирной таблице. Именно поэтому руководство клуба приняло сложное, но единственно верное решение. «Решение усилий тренерский штаб, оно, наверное, связано именно с невыразительными результатами. Но при этом я хочу сказать и отметить, что тренерский штаб наш в лице Валерия Анатольевича и Сергея Борисовича, они выкладывались, на самом деле отдавались полностью работе. То есть по самоотдаче, по желанию нет претензий никаких». Черногорец Милош Павичевич знаком местной баскетбольной общественности, как наставник приморского спартака, который в прошлом году вместе с своей командой стал чемпионом первой суперлиги. Его тренерская карьера начиналась в структуре сербской цервенной звезды. Также за его плечами работа в клубе единой лиги ВТБ «ВИТО» и в нескольких женских и мужских российских коллективах. Но мало кто знает, что в Сыжевском у него тоже связаны воспоминания юношеские. «Я сам из Казани, родом, я здесь рядом. Город пять часов, отсюда город Казань. Я здесь бывал, то есть, как я хочу сказать, и приезжал из игры Дюбла в свое время и так далее. Так что Ижевский я часто посещал, и мне город всегда нравился». Помогать Милошу будет старый тренерский штаб. И первым испытанием для обновленного коллектива наставников стал матч против московского клуба МБА. Чудес мало кто ожидал, ведь Черногорец провел с командой лишь несколько тренировок. Но небольшую разницу в стиле игры самые преданные поклонники уже уловили. «Вы заметили что-то новенькое?» «На мой взгляд, да. Но я пока воздержусь от комментариев. Но на мой взгляд, да. И мне, честно говоря, очень нравится, что тренер очень такой эмоциональный, активный. Но я не знаю, как нравится ли это ребятам на самом деле». Ветер перемен, безусловно, вывел игроков из зоны комфорта, как выразились болельщики. И эти перемены должен придать импульс к новым свершениям. А пока в упорной борьбе с почти что с соседом по турнирной таблице победу в три очка отпраздновала команда МБА. И в Новый год купол родники уходит с новыми надеждами. Играли дома и хоккеисты из стали и живчане в рамках регулярного чемпионата ВХЛ принимали на своем льду «Альметьевский нефтяник». Этот поединок завершился победой гостей со счетом 6-0. Завтра, 25 декабря, хоккеисты из стали проведут заключительный домашний матч 2018 года. Соперником будет нефтекамский торос. Начало игры в 7 часов вечера. Продолжаем выпуск. Всероссийский юношеский турнир по вольной борьбе памяти Никиты Плетнева. В 24-й раз определил имена сильнейших. Путевки в финальный этап завоевали и борцы Удмуртии. Как себя показали хозяева и какие возможности для спортсменов открывает этот турнир, сейчас расскажет Марина Азябина. Вольная борьба – это не только соревнования в технике и силе, это еще и противоборство двух характеров, выигрывает в котором спортсмен с настоящей волей к победе. А таковых в спортзале ребят собралось более 250 человек. Вот он, заветный миг рефери, поднимает руку победителя, на месте которого мечтает оказаться сегодня каждый мальчишка. Не стал исключением и Илья Валуев из команды Пермского края. Хорошие тренировки, хорошая нагрузка на мышцы, хороший дух, стремление вперед, становиться все сильнее и сильнее, работать с более сильными и стремиться за ними. На турнир памяти мастера спорта Никиты Плетнева всегда приезжает много спортсменов. На ковре каждый год разгораются нешуточные страсти. Молодые ребята учатся здесь побеждать. Каждый турнир – это шаг к наивысшим достижениям. Эти турниры для детей – это радость, это проверить себя, посмотреть других, сделать выводы, поучаствовать, пожить командой вместе, мальчишкам. Олег Егоров привез 10 человек, для которых этот турнир стал хорошим спарринг-тестом перед важными стартами сезона. Ну и, конечно, для ребят это опыт и не только соревновательный. Я говорю родителям, если хотите вырасти мужчину, отдавайте мне, потому что этот спорт, он сам по себе знаю, закаливает характер у ребят. Они становятся мужественными, порядочными, надежными мужчинами в будущем. Борцы Удмуртии выиграли в итоге 10 золотых наград. Впереди у них республиканские соревнования, которые пройдут 8 января. И будут они отборочными на первенство Приволского округа. Болейте, но только на спортивных аренах. И следите за новостями спорта также на сайте myudem.ru. До встречи в эфире.